Здравствуйте! Сегодня среда, 16 мая. На нашем канале стартует тема дня. Обсуждать ее можно вместе. Пишите ваши вопросы и комментарии к нам в WhatsApp номер 8-918-120-60-00. Обязательное лицензирование опасных квестов могут ввести в Россию. С таким предложением выступил депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области. Обращение он намерен отправить в МВД и МЧС. Сегодня организаторы таких развлечений не обязаны проходить специализированное лицензирование в надзорных органах. Между тем, травматизм участников квестов растет. Буквально в конце прошлой недели на газете РУ вышел большой материал о том, до чего могут довести квесты. Это и отрубленные пальцы, сотрясение мозга, топоры в ноге и сломанные ребра. Вот чем могут закончиться такие развлечения. Даже самые бесстрашные участники хоррор-игр в реальности не защищены от халатности актеров и железных реков в заброшенных помещениях. Законодательно практически никак не регулируется сценарий и место проведения таких перформансов. Сейчас в проверке квестов проводят только пожарный надзор, санэпидемстанция и Роспотребнадзор. Сотрудники правоохранительных органов и прокуратура проверяют комнаты только в том случае, если поступают жалобы от посетителей. Уже точно известно, что в Москве будет создана специальная ассоциация, контролирующая безопасность площадок и самих квестов. Может контроль за ними нужен не только в столице, но и на федеральном уровне. Давайте обсуждать. У нас в студии сегодня несколько экспертов. Это Иван Горбунов, организатор квестов Квестум. Здравствуйте, Иван. Владимир Лыгин, юрист, заместитель директора юридического бюро Романовы. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. И Сергей Витальевич Бакалдин, психолог Центра психологии Гермес. Сергей Витальевич, спасибо огромное, что пришли. Иван, вам вопрос. Несчастные случаи были? У нас? Да. У нас нет. У вас не было? Мы этим гордимся, мы держимся. То есть там столько-то дней без несчастных случаев, таблички. Насколько серьезно вы относитесь к безопасности тех людей, которые приходят на квест? Ну, конечно, мы по максимуму серьезно относимся к этому, потому что у нас нет никаких опасных вообще вещей. То есть все бутафория. Там как бы травм-то. Максимум, что может случиться с человеком, он может упасть. То есть такое было, на ровном месте люди падают, от этого никуда не денешься, но ничего страшного с ними не случается. Даже ссадин нет. Владимир Владимирович, с юридической точки зрения, лицензирование всех площадок, квест-площадок, необходимо ли это, или можно ограничиться теми законодательными мерами, нормами, которые существуют сейчас? Ну, на мой взгляд, это не является обязательным. У нас, наоборот, в последние годы шла тенденция сокращения лицензируемых видов деятельности, потому что изначально это было очень сильно расширено. А здесь достаточно применить аналогию закона. У нас много законодательных актов и подзаконных актов, которые фактически регулируют сферу оказания услуг населению по развлечению. Поэтому того законодательства, которое есть, его, в принципе, достаточно. Может, его надо несколько модернизировать для того, чтобы включить туда и квесты, потому что развитие идет, и законодательство не всегда успевает. Но у него и задача другая. У него задача установить рамки, в пределах которых действуют и юридические лица, и физические лица. Поэтому то законодательство, которое есть на сегодняшний день, оно уже позволяет защитить как участников. То есть, ну, о чем я говорил, да, есть позженадзор, они свое определяются, анабидемы свое, и Роспотреб, если вдруг что-то случится. Да, ну вот, если, допустим, взять город Краснодар, то у нас при Министерстве культуры существует межведомственная комиссия, которая фактически, вот она занимается регистрацией и, можно сказать, проверкой аттракционов. Прямого регулирования закона не установлено по проведению квестов, но исходя из того, что там тоже применяется какая-то бутафория, какая-то техника, спецэффекты. То есть, можно по аналогии закона применить закон об аттракционах. И, соответственно, эти же комиссии могут их и проверять. Ну, насколько это ведется у нас в Краснодаре и в крае, это уже... Вы готовы, Иван, чтобы к вам приходить в межведомственную комиссию Министерства культуры? Да, конечно, мы ко всему готовы всегда. То есть, вы комиссии не боитесь, ни санэпидем, ни Роспотреб, пусть все приходят. Да, конечно. Давайте сейчас посмотрим небольшой обзор. Мы подготовили несколько несчастных случаев, которые происходили в тех или иных городах нашей страны, на площадках с квестами, а потом продолжим обсуждение. В Ростове-на-Дону в мае во время квеста «Арена ужаса» мужчине отрубили часть пальца. Актеры ударили молодого человека топором. Как оказалось, реквизит постановки вовсе не муляж, а настоящие орудия пыток. Как сейчас пострадавший ходит на перевязки в больницу, сохранить палец врачам не удалось. Со слов очевидцев, организаторы отказались вызывать скорую и сами предложили отвезти человека в больницу в суматохе. Отрубленная фаланга так и осталась на полу. Теперь делом занимаются правоохранители. Сейчас «Арена ужаса» закрыта. Из-за инцидента пострадавшего уволили с работы. Мужчина был барменом. Билеты на квест продавались по скидке. 2000 рублей вместо 6 для группы из нескольких человек. В марте красноярская школьница во время квеста получила травму головы. Девочка ударилась в металлическую дверь и попала в больницу. Несчастный случай произошел во время игры под названием «Морг». Она проходила в темном помещении. Пострадавшую отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Информацию о происшествии передали полицейским. Год назад жительница Санкт-Петербурга получила серьезную рану ноги во время прохождения квеста в реальности. Актер, который исполнял роль маньяка, размахивал топором, а в определенный момент задел ей ногу. По словам девушки, она на протяжении 10 минут пыталась донести до актера, что она ранена. Однако тот продолжал игру. Позже в больнице пострадавшие наложили шов и сделали прививку от столбняка, поскольку топор, которым орудовал актер, был грязным и ржавым. Прошлым летом в московскую больницу поступила 12-летняя Ксения. Девочка в компании своих одноклассниц решила отметить начало каникул в одном из известных квестов. В ходе игры из-за дезориентации девочка упала с полутораметровой высоты и сильно рассекла подбородок, а пластмассовый штырь, торчащий из пола. Организаторы квеста даже не вызвали девочке скорую помощь, а просто вручили ей бинт с перекисью водорода. Позже в больнице девочки наложили 8 швов на губу и подбородок. 22-летний столичный студент Александр пошел с друзьями пощекотать нервы в нашумевший квест «Кровавый Санта», который проходил в промзоне авторемонтного завода. Игра для Александра закончилась в больнице. Актер настолько заигрался, что во время квеста задел человека настоящим топором. Удар прошелся по касательной. Врачи диагностировали у студента рану на голове и рассечение уха. Долгое время Александр ходил на перевязке. А столичная полиция выясняла, как работал «Кровавый Санта» и почему в руках актера оказалось настоящее оружие. История, похожая на те, что сейчас были в обзоре, произошла и в Краснодаре. В октябре прошлого года, во время проведения квеста клиника, молодой парень получил серьезную травму руки и долгое время провел в больнице. Организаторы игры использовали настоящую циркулярную пилу. В помещении не оказалось элементарной аптечки. Никакой экстренной помощи раненым оказать не могли. Инцидент даже пытались замять, но не вышло. Было заведено уголовное дело и опасный квест закрыли. Сергей Иванович, что за мода такая на квесты? Что мы так скучно живем и нам не хватает адреналина? Ну, вообще, действительно скучно. То есть человек, который проводит большую часть времени или за партой, за учебой, или сидит в офисе, то жизнь его очень однообразна. И, собственно, вот эта нехватка эмоций, адреналиновый голод, и толкает людей ко всяким экстремальным вещам. А здесь, в принципе, квесты достаточно безопасны. То есть, смотрите, сколько квестов проходит по всей стране. И всего несколько несчастных случаев. То есть это, ну, можно сказать, даже капля, наверное, в море. Скажешь так, квесты безопаснее, чем экстремальные виды спорта? Это уж точно. Это уж точно. Какой-нибудь человек, который гоняет на скейт-парке, может получить травму гораздо скорее, чем посетитель ста квестов подряд. Поэтому здесь нужно понимать, что действительно это относительно безопасное проведение времени. Психологически полезное? Ну, как полезное. Человек получает эмоции. Человек развлекается. В это время он не пьет алкоголь обычно, не потребляет наркотики, не совершает права нарушений. То есть, да, он проводит время. Он мог бы играть в боулинг, но это не так остро, не так щекочет нервы. А здесь он как будто участник своих любимых компьютерных игр. Но это выплеск, он нужен городскому человеку. Особенно молодому человеку очень важно находить выплеск эмоций. Потому что если он не находит их, он будет искать их где-то в других местах. На стадионе фанаты-болельщики дерутся между собой, выясняют отношения. Это же тоже выброс адреналина. В политической какой-то деятельности выходят на массовые беспорядки, в отношении с полицией, криминальная романтика. То есть, это все такие вот выбросы. Но надо понимать и то, что далеко не каждому человеку подходит квест, построенный на страхе, на темных комнатах и так далее. Мы далеко не всегда знакомы со своими страхами. И может случиться так, что человек, придя на квест в компании, вдруг действительно столкнутся с клаустрофобией, с какими-то своими страхами. Он может быть в начальной стадии психических каких-то заболеваний. И на самом деле это достаточно опасно. То есть могут быть серьезные психологические проблемы? Ну, приступы, ну, допустим, эпилепсии может произойти в конце концов. А вы, Иван, сказали, что у вас как раз есть квест, который основан на внутренних страхах. Да, есть такой. А вот были какие-то люди, которые не могли побороть свои внутренние страхи? Ну, там, чтобы истерик было, таких не было. То есть ребята просятся выйти, когда им уже не в моготу. И мы не ограничиваем людей. А давайте в районе адекватных. Вот Сергей тоже сказал, что некоторым заменяет алкоголь, наркотики. А если приходят люди нетрезвые, вы их пускаете? Нет, нетрезвых мы вообще ни в коем случае не пускаем. Ладно, хорошо, по-другому поставлю вопрос. Неадекватные бывают люди, которые, не знаю, как-то крушат, ведут себя ненормально? Ну, такие люди бывают, но с ними порой, когда объясняешь им правила поведения себя в квесте, они как бы остепеняются, успокаиваются. То есть ребята обычно залетают, все на позитиве, все на эмоциях, что с ними будет. Они уже предвкушают это, начинается голдеж, что с нами будет, а что вы нас будете бить или не будете бить. Несколько месяцев назад, по-моему, был эксцесс, когда участник квеста напал на актера и нанес ему какие-то травмы. Но это не у нас было. Нет, это не у нас было. Но вообще, вы слышали про такие случаи? Да, этот случай один, вот я слышал. Это в Краснодаре, да? Нет, не в Краснодаре. По-моему, а я не помню. Вы берете расписку, что если вдруг с вами что-то случится, мы не несем никакой ответственности? Если честно, не я ее составлял. То есть у нас грамотные ребята, которые там составляли. То есть грамотные ребята составляли, что ли? Да, то есть, во-первых, там пишется, что ребята подтверждают, что у них нет каких-то психических расстройств. А, ребята могут не знать, правильно? Могут не знать, конечно же. Мы тоже можем не знать. Понятно, конечно. А с каждого справку просить как-то. Да, да, да. А если вдруг несчастный случай, вы тоже нанесете ответственность, произойдет? Смотря по какой вине. То есть, если это по нашей вине. Это у вас там все прописано? Ну да. А насколько юридически, весом такой документ? Ну вот, человек правильно сказал, что если это чрезвычайное происшествие или травма, полученная в результате действий самого пострадавшего, то он эти действия мог совершить не только на квесте. Это можно и на улице идти, споткнуться, упасть, удариться. Или если участники квеста между собой банально подрались или еще что-то сделали, то есть нарушение инструкции, которые были получены, то в данной ситуации организаторы квеста не должны нести ответственность. А вот если эта травма или еще какой-либо ущерб получен в результате неправильно организованного квеста или, допустим, неправильно подобранного реквизита, либо этот реквизит имеет изъяны, ну то есть кого-то ударило током в помещении в темном, необходимо было найти там способ открыть дверь, люди искали, в этот момент ударило током. То, разумеется, такие травмы и такие действия нести будет ответственность. Именно организатор квеста, вне зависимости от того, подписал человек там какую-то бумагу или не подписал. Ну вот, вашу точку зрения, вы, в принципе, поняли по поводу обязательного лицензирования, что можно, в принципе, и обойтись существующими нормами закона. Иван, как вы считаете, это же, в принципе, с одной стороны уберет и ваших конкурентов, которые в чем-то где-то недобросовестны? Ну да, я, если честно, не думал об этом, о лицензировании. То есть мы, ребята, ответственные, мы как-то все... Ну, вы знаете, вот здесь можно сказать, сейчас вот законодательство идет таким образом, что уходит от лицензирования в пользу СРО. Это саморегулируемые организации, которые как раз-таки собирают вот этих людей в одну кучу, так назовем. Создать ассоциации, какие-то правила. Да, и они выдают разрешение на проведение каких-то квестов. Ну, это вот можно, да, такое создать. Это вот у нас строительные такие СРО. Да, я буду вашего вопроса на 30 секунд. Сергей Тавч, вы за или против обязательного лицензирования такого вида развлечения? Против. Я думаю, что вот создание именно саморегулируемых организаций, это оптимальный пункт. Спасибо, спасибо огромное, что пришли и обсудили эту инициативу. Посмотрим, как будут развиваться события, что покажет время. Продолжаем эфир на Кубань24. Оставайтесь с нами.